Захарова, как эта задница называется, в которой мы сейчас? Да при чем тут спецоперация? Я имею ввиду, где мы сейчас находимся? С умречные времена провальной спецабосрации порождают острую потребность в духоподъемных активностях для глубинного народа. В кругах российских фашистствующих евразийцев протекает дискуссия, как продать неблагоприятный исход вторжения в Украину различным сегментам пока еще думающей частицы общества. Поиск аргументации идет сразу по четырем направлениям. Истолкование СВО с позиции либералов, патриотов, геополитиков и философов. Задача нетривиальная. Вас это не касается. Ведь люди с экономическим образом мышления или в понимании идеологов расшизма шестая колонна запада требуют свести дебет с кредитом. Нам нужно время, чтобы это осмыслить. Как и любое мероприятие, спецабосрация имела свой ресурс и по факту от нее должна быть некая экономическая отдача. Ну я смотрю, что такой фактор для нашей экономики – новая территория. Ведь Донбасс, Таврическая губерна, вот это все, это же несколько миллионов человек. Это же фантастические возможности для роста экономики. Это экономическая территория, которую мы должны не спонсировать, а создавать предпосылки развития и просто использования этих механизмов, которые потом можно и в России использовать. Тем более, что они были прибыльными. Пока в условиях тяжких санкций, замораживания активов и оттока капитала в размере более чем 243 миллиарда долларов, положение дел в РФ именуют путинской порухой. Каким нужно быть закомплексованным ничтожеством, чтобы так опустить свой народ? Ковбасы подорожали, рыба подорожала, мясо, да мясо уже я не могу, чтобы купить килограмм мяса. Дальше только превращение в КНДР, консервация нищеты и изоляция на десятилетия. Плохие новости не будет, как раньше. Понятно, что не будут санкции сняты, потому что понятно, что не будет подписан никакой мир на условиях никакой Украины. Вряд ли процесс будет долгим, ведь стареющий кремлевский альфа-самец не обладает кровными наследниками. Но россиян готовят жрать траву во имя дутого величия. Возможно, будет тяжело. Я готова, что, возможно, придется есть хлеб и пить воду. Не устраивает путинское управление вторжением и ура патриотов. Вождя каждый день с ног до головы поливает дерьмом агент ФСБ Гиркин Стрелков. Пока новоотброс еще не упал до уровня фашиста Скурлатова. Но его сопливое скуление напрягает чем дальше, тем больше. Ну вот я, честно говоря, не понимаю последних заявлений нашего высшего руководства. Путин говорит, мы еще толком не начинали. Коношенков называет потерю острова Змеиной жестом доброй воли. Да весь мир фактически видел, что с нашими войсками на Змеином сделали ВСУ. Поэтому это был не жест, а скорее секс доброй воли. Конечно, вряд ли на хрюканину обращают внимание, ведь в народе диванные клоуны не шибко котируются. В тупике и геополитики, которые не могут объяснить обывателю, привела ли спецабосрация к уменьшению внешнеполитических угроз. Либо же наоборот, великий тактик нахимичил какую-то дичь. Реальная дичь. НАТО становится больше, сильнее и ближе. А российская армия самую боеспособную свою часть извела в Украине. Партия в геополитические шахматы стала цуцвангом для Путина. Все. Царь голый. И скоро его срамота станет заметна последнему идиоту. Кстати, он таким был всегда. Он всегда лгал, лгал, лгал и лгал. Самое слабое и узкое место Кремля – отсутствие какого-либо альтернативного проекта. Путинизм построен только на антиукраинстве. И его угасание второго приведет к смерти первого. Ну вот получается как-то так, понимаете? Наконец, с точки зрения философии, в войне против Украины присутствует исключительно разрушительное начало. Никаких примеров воинской доблести интервенты не проявили. Как вообще это понятие может быть уместным в привязке к военным преступлениям? Ну а людей мирных? Зачем насиловать детей? Ну это неизбежные жертвы, понимаете? А на войне делают все, что хочешь. И ты как-то говорил, мародерцовать – это хорошо? Это святое дело на войне. Миф на руинах Мариуполя или других городов жертв российской агрессии выстроить нельзя. Путин все настырнее лезет в чужие дела, а Россия с каждым часом глубже и глубже исчезает в лабиринтах варварства. Не мы заберем, так другие. А мародерство у нас Путин разрешил. Культ средневекового мракобесия ширится. Взять хотя бы фестиваль, спонсируемый черносотиным террористом Малафеевым под названием «Гуляй, город». У нас есть задача показать, что русское – это очень классно. В названии действа использован символ осадной полевой войны образца 16 века. Халуиз виноподобного спонсора пресловутого русского мира не просто так реконструирует битву на Молодях. Из периода провальной для царя Ивана Грозного Ливонской войны. В целом данное сражение в российской историографии рассматривалось как второстепенное. Эпизод противостояния Московии с могущественным в то время Крымским ханством. «Историю битвы знаете?» «Конечно, да. Это было мое любимое историческое время. Да, при Иване Грозном». Ни в царские времена, ни в СССР, ни в Ельцинской России данной битве особого внимания не уделялось. И только в путинское безвременье историкопропагандисты решили раскрутить из нее события большого геополитического масштаба. Так сказать, смотрите, царево войско не только может проигрывать в Ливонии, но и с ханским войском, которое в сотнях километров от своих территорий способно воевать на равных. «Крымский хан на июмском шляхе безобразничать!» Параллели очевидны. Дожили до прямой военной угрозы Москве. Итак, потерпев комплексный разгром, Кремль приучает россиян к затяжной нежизни по Средневековью. «Почти ничего не изменилось. Удивительно. Как-то вот приходишь к этому осознанию, к этому пониманию. Ну вот Петр Первый в Северную войну 21 год вел». «Сумрак любим царем-неудачником, ибо в нем он все еще грозен». Теперь Путин использует в качестве оружия еду, тепло, свет, газ, наверное, детские игрушки скоро начнем использовать. Да и бог с ними, в конце концов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова